Всем привет! Тут меня пригласили съездить в долларовый магазин, но я очень скромный парень, не отказался. Тебя пригласили. Да, я сказал, что пригласили. На британский фикс прайс. Фикс прайс, да. Доллар это 65, да? А в нашем фикс прайсе, Барнаули, и по 99, и по 150 я видел. Нет, есть такие доллар три, где стоят вещи, некоторые, забыла что-нибудь. Товары. Товары, да. Дороже. Но это именно доллар сто. Так, а у нас фиксированная цена, фикс прайс, она называется, фиксированная цена, правильно? Да. А нам как раз сейчас приходишь, о, сейчас фиксированная цена, все по-разному, брехня это никакой не фикс прайс. Сейчас посмотрим, что за долларовый фикс прайс. Так она же говорит, доллар сто. Там все одной ценой. Ну, а там может подешевле ездить. Дешевле может быть что-то. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, хорошо. Едем по вечернему Брукингсу, ну, скоро будет по ночному. И решил немножко поснимать. Смотрите, вот автозаправка. Так вот, Джонс, проехали. Светофоры, нет, я светофоров балдею. Мне мой муж сказал, со мной американский кафе. Так вот, Джонс. Да? Чего там светофора балдеешь? Ну, навешано столько этих значков. То есть, не один светофор в одну сторону показывает, а штук пять сразу. Ну, смотри. Там разделена полоса, допустим, дорога на четыре полосы. Одна полоса в одну сторону, а та, которая поворачивается... На каждую полосу, этот, бешеный светофор, что ли? Нет, та, которая поворачивающая, она налево поворачивает, ее сначала иногда включают. Ее отключили, например, нельзя больше налево поворачивать, можно вперед ехать. Вперед отключили? Угу. Нельзя вперед ехать, можно направо поворачивать. Трейлер. Еще мне здесь, конечно, немножко, ну, не то что удивляет, а как бы необычно. С одной стороны, вот видите, с правой стороны парковка запрещена, а с левой можно останавливаться. И ширина дороги, я сегодня заметил, где можно останавливаться, она шире в два раза, но чтобы можно было объезжать. Не просто останавливаться, можно машину оставить хоть на ночь. Да, можно машину оставить и там... Ну и никто там гвоздем тебе не проскочит, не заедет. Ну, гвоздем, знаешь, тут идиотов везде хватает. Да, естественно, хватает. Ой, на траке никогда полицию не видела. В полиции что ли? Да, на пикапе. Я больше, чем за неделю один раз видел полицейских. А я еще столько что увидела. Здесь южного полицейского, здесь южного это... О, это ландрый мат. Нам туда сводить показать тоже. И вот еще уже. Что-то они часто... Они часто вообще часто стали ездить, раньше их вообще не видно. Полицейские? В течение лета их вообще не видно, как будто их нет. Ну, они, наверное, вечерние, этих, как сказать, патрулируют, чтобы... Ну, так сегодня же thirsty, thirsty. Сегодня это thirsty, это когда ты пить хочешь. Студенты бухают, короче, по четвергам. А, ну, ну, вот и все. Надо немножко их, хотя бы для островски. Смотрите, как газоны острижены. А я сегодня обратила внимание, у соседки стригли газон. И у них столько этих косилок разных. Да. Чтобы около этого дорожки косить, одна косилка. Чтобы вокруг там дерево, другая косилка. Вообще обалдела просто. А это футбольное поле или что это? С левой стороны школа, ну, и плохо видно, затемненная. Для взрослых или для маленьких детей? Для школьников. Для школьников, понятно. Да, ну, для с 15 до... О, а это бейсбол, да, играет, смотри? Девчонки играют. О, и софтбол. У девчонок это называется мягкий мяч. Софтбол? Софтбол, да. Интересно, девчонки молодцы. Ты нас решила завести? Ну-ка, ну-ка. Ну, хотите, можем остановиться, посмотреть. Зачем мы же едем в доллар? Посмотри на дорогу. Доча тут засматривается и ее уносит в сторону. Осторожней. Новая дорога, что ли, я смотрю? Да, новая абсолютно. Асфальт уже положили. Смотри, а это на скейтах кататься. Да. Прикольно. Пока только, извините, из окна время будет. Пройдемте, конечно, вот здесь. Я здесь, наверное, на велике прокачусь. Время будет. Это... А, школьные автобусы, смотрю, да? Да, это целый парк. Это целый парк. Желтенькие такие. Школьного автобуса водителя. Никто не хочет устраиваться на эту работу. Вот это госпитал. Мало платят или что? Или как это? Для... Наташ, как это называется? Не для престарелых. Для престарелых. Дом престарелых. Ага. Там не покажут. А почему, скажи, на школьные не хотят? Ну, во-первых, да, небольшая зарплата. Я не знаю, как... Ответственность большая. Как насчет бенефитов? Ну, ответственность очень огромная. Во-первых, дети, потому что, особенно взрослых детей возить, они придуряются на автобусе. Это капец. Бесятся, да? Бесятся страшно. С ума сходят. И людям это не нравится, они не хотят быть водителями. А вот справа это церковь. Тут церковь... Как церковных зданий. Валом, да? Я не знаю даже сколько их. Да, на каждой шагу. Да. Сейчас открою окошко, покажу церковь. А что за церковь какая там? Лютеранская или что какая, не знаешь? Машин куча. Католическое как встать? То есть недалеко до тяжелания, а здесь гуляла. Католическое, короче. Не знаю, как это объяснить, это не короче. Это католики разные. Вот это вот, другая церковь. Это третья, это четвертая. Там, знаешь... О, интересная машина. А, это рекламирует его, да? Это продают здесь машины? Бывшные тоже, да? Надо хоть съездить, посмотреть, погулять. Да, здесь жила наша дочь, недалеко. Слушай, классное место. Я тут ходила. В хорошем месте они жили. А это что, форт на рейндж ровер похож? Какой-то там эксплуат. Надо сходить. Обязательно сходим, обязательно покажем. Это как бы прогулка у нас сейчас такая. А смотрит они. Удочку закинули. Да. Покажем. Это долларовый магазин вот этот? Нет, это лофт. Моус. Нет, это львы. Льюис. А там лофт. Это минил лофт. А это больница, вот. Больница, хоспиталь, да? Не госпиталь, а больница. Клиник, клиника это. А вот это доллар три. Доллар три. А ты говорил, доллар три. Ну, блин, не знаю. И честно сказать, там сколько названий, извините. Вот он магазинчик. Парковка обязательно. Возле каждого магазина. Тут много магазинов рядом. Все заасфальтировано. Ну, как обычно. Мне бы интересно было в клинику сходить. Закрывай окно. Подожди, закроем. Так, вышли из машины, идем. Девочки идут. Подождите, девочки идут. Вот этот вот магазин Джоан Хэнд Мэйд. Там все для поделок, рукоделок. Он такой обалденный вообще. Ну, он до скольки работает? Нам надо туда ходить, и кусочком посмотреть. Все, погнали в долларовый. Алоуин. А кто закроется? Покрышки. Покрышки. Девять работа, закрывается. Девять закрывается. Слава богу, музыки нет. Да, уши. Запах интересный, да? Какого-то мыло. Мыло пахнет, правда же, Мэн? Да, но не круто. Что ты там набираешь вообще? Для чего? Для минуточка. Хэллоуину будешь готовить? Ну, мама, хэллоуину будешь готовить. А тут, кстати, декорации. Давай маму пока цветы набираем. Декорации. Ой, сетка типа старая. Такая, знаешь, марли. Марли. Для чего? Ну, это декорация хэллоуина. Разбираться, чтобы быть старым. Ну, что это страшно. А вот кровяные эти, да? Да, keep out. Типа, не подходите. Их наклеивают, да? Ну, на стекла. На Windows окна. На автомобиле тоже? Да хоть на что можно лепить. Тоже силиконовое. Вот тут что, валяется все, смотри, по полу. Ну, это долларовый магазин, что это тебе ждет? Убираются как могут, более-менее. Еще более-менее, да? Да, это еще более-менее. Что-то как-то страшновато. Все, я... Пошли прогуливаться. Так мы тут поругались. С кем? Ну, с продавщицами один раз. Ну, наглые вообще там были. Я снимаю. Встали, я знаю, встали возле одной... Мы уже рассказывали про это, но они встали возле одной кассы. Ну, и там горит этот значок, что они работают. Ну, мы туда подошли, и они стоят возле другой. Ну, мы стоим, ждем, и они нам ничего не говорят. Но они обычно сказ... Обычно они все говорят. We're gonna help you over here. Ну, мы на этой вам поможем, кассе. Ничего не говорят. Мы стоим дальше, ждем. Я говорю, может, нам кто-нибудь поможет? Ну, мы-то вообще-то здесь стоим. Коробки. Ну, короче, и так далее. Так, одноразовая посуда продается. Тут, наверное, завоз был, слушай. А, поэтому все и развалины. Да, и в полки забиты. Мы вовремя приехали, да? Ай, че, открытки, открытки, да? Ой, смотри-ка-ка-ка. Мам. Это че такое? Мам, смотри. Сними меня это. Как тебе? Мам, как тебе? Да фигня какая-то. Ну, прикольно же. Ну, это же наряжаются, ю. Это же наряжаются, пап. Людям весело. Ну, мне вот... Им хочется праздновать. От этого не весело, если там какие-то фигни. Вот еще. Ну, это поинтереснее. Вот, смотри, мам. Это ты кто, звездочет или кто? Какой звездочет? Это ведьма. Мне можешь ведьмой нарядиться. Че, думаешь, подойдет тебе? Или мне не надо наряжаться. О, это... Летучая мышь. Летучая мышь. Давай. Ты хочешь быть мышью? Летучей. Еще летучей. Не просто мышью. Летучей мышей. Ну, поинтереснее. Ну, вот это как это вообще сделано. Это прикольно вообще. Мне понравилось. Смешно. Дальше пойдем. А вот тут открытки. Все по доллару. Знаешь, открытки очень дорогие. Так что... О! Two for one. Две за один доллар. Две открытки за один доллар. Ты же две берешь? Это по 30 рублей получается, да? 32. Ну, что-то дорого. Или это сейчас такие цены? Да, так и есть, наверное. Ну, я помню, когда я маленькая была и открытки покупала, там, 12 рублей. Ну, сейчас уже нет таких цен. День рождения, открытки. Для внука, внука, внука. Целый отдел. Для каждого из членов семьи отдел. На день рождения. На его день рождения. На ее день рождения. His birthday. Kids. На день рождения детей. Here. Her. 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 Ну, что, классно. Так, дальше. Ну, там это... А это сразу декорации для день рождения. Декорации. Это одноразовая посуда. Ну, посуда. Так они покупают, например, партии написано для вечеринки. Они покупают, например, голубую скатерть, голубые тарелочки. Ну, это кто так подбор делает? Типа, типа, красиво, да? Ну, я не знаю. Ну, может быть, я ничего не понимаю. Давай, пошли. Быстро обойдем. Да. Расскажешь, что тут. О, а тут металлическое. По доллару все. Одна лошка, да? Доллар. Какая металлическая? Она пластиковая, это что для красоты. Для понтов все. Что это? Дорогая. А это что такое? Одноразовая посуда? Одноразовая посуда. Обои, что ли? Нет. Обои. Это подарки заворачивать. Они же подарки заворачивать. Они. Че я о них говорю? Вот разные эти... Как это называется? Бантик? Ну, не знаю. Наверное, бантик. Так, дальше пойдем. А вот здесь день рождения. Вот смотри, для девочки. Еще сделано. Happy birthday. Это для этого. Розовенькая, да? Розовенькая, да. Типа принцесса. Вот для мальчика все как эти Lego-конструкторы. Угу. Дальше. Ну, пошли дальше. Смайлики. Ну, что тут все для день рождения? День рождения. О, цифры прикольные. Смотри, это шарики сделаны. А это что такое, Валюта? А это все для декорации. Это, вот, допустим, берешь пакетик. Вот, смотри, baby. А делается у тебя baby. А, ну, не у кого-то. Берешь, а ты пакетик туда. Складываешь. Декорацию. Да. Чтобы красиво было. Понты, короче, нагоняешь. И понты, пап. Я тебе не нравилась. Я тебе понтолу однололу. Лучше в эту... Все, с тобой интереснее. Бутылочку для молока подарили. Все, все, все. Чем эти декорации. Вот это тоже пакетик в мешочек. Ну что, ну я не европеец, не культурный. Ну тогда молчи, я рассказываю. Все, девочки, я молчу. Ты не понимаешь. Я ничего не понимаю, я молчу. Вот такой стакан кто-то оставил. Смотри. Хэллоуиновский. А вот свечи продаются и шарики. Тоже он доллар стоит, да? Ну да. Вот шарики для день рождения в свечке. Так и доллар. Я тут много чего для девушек. Не, ну вот это вот еще для детей как-то, да? В торт там воткнул, да? Свечку 4 года, 5 лет. Чтобы понятно было. У тебя, наверное, нет таких людей, кому бы ты это положил такое? Я что такое? Поэтому я тебе не понимаю. А это для свадьбы. Вот можно для свадьбы дешевые декорации. Ты знаешь, какие-то декорации для свадьбы дорогие? Люди покупают, они тысячу долларов на декорации только тратят. У нас было... Ой, девчонки, мальчишки, я бы тысячу долларов постарался не потратить. Ну, куда деваться, если дети захотят. Я бы коровку пил. О, боже, какой... Какой урод такой. Что, стакан? Ну, смотри, даже не... Ну, хоть бы держалась. Может, это так должно быть, но... Вон, внизу, на ножке, что ты... Ну, чего попала? Нормально. А вот подарочная коробочка. Ну, так-то, знаешь... Не, ну, коробочку еще ладно там сюда положить. Ну, за доллар, ладно? А что же кепи? Ну-ка, шляпочку померяй. Ну, тоже партии для вечеринки. Давай. Это все к этому? Хэллоуину? Нет, это для просто девочек. О, прикольно. Вот это мне нравится. Не знаю, почему. Ну, может, она мне идет просто поэтому. Ой, надо снизу забирать. Ну, как у нас говорят поговорку. Под лицу, все к лицу. Блин, не могу уху расцепить. Ну, я не хочу бы... Что, горшки эти не можешь? Ты не говори, горшок какой-то. Это как у королевы Англии, наверное, кипит. Взял на супу попкорно, красиво. А-а-а. Ну, пошли дальше. Я люблю долларовый магазин. Вот, смотри, снимай. Тут чашки детские. Ой, детские. Не детские. Смотри. Вот поехал. Поехал на пикник. Не хочешь свою посуду марать и мыть ее потом? Не, ну да, согласен. Чашки нужная вещь. А, бутылочки, смотри, какие. О, для велика. О, они плохие. Плохие, да? Да. Они... Их в этом не постираешь. Что, на одну поездку даже не хватит? А это металлическая, да, вот эта? О, металлическая, смотри. Ну, она тоже плохая. Это этот, как типа термоса, да? Тамблер. Это тембрс. Термос. Ну, типа термос тамблер, тамблер. Не обязательно. Если не отравился, конечно. А вот игрушки уже пошли, книги. Ну, книги. Достоевский есть? Преступление и наказание. Да, не Достоевского тебе за доллар сейчас продадут. А что, Достоевский доллар не стоит? Да, Достоевский дорого стоит. Дорого? Да. О, а Библия что, доллар стоит? Да, а что, сколько она должна стоить? Ну, Достоевский раз дороже доллара, значит, Библия дороже. Библия она должна быть в общем доступе, а Достоевский А, вообще бесплатно. Это уже изыск, да? Да, изыск. Он судоку разная. Это что такое? Ну, судоку. А что это такое судок? А что это? Это Андрей любит нашу судоку. Слушай, Наташ, прикинь, повтор, так и не могу найти. Мне нужна вот такую, еще одну, вот такую. А как я тебя найду, если это не можно найти? Давай дальше, вперед, погнали. Время нет. А это что за бомба? Бомба. Ну, на что это похоже? Ну, для детей играться. На атомную бомбу. Вот, допустим, вечеринку сделал ребенку, купил этих, там, тарелочек красивых, надо же еще их развлечь. Купил вот такие дешевые. Фломастеры. А вот эти тоже по доллару, да, мячики? Смотри, фломастеры, конечно, отвратительные. Снимаешься? М? Фломастеры не очень, но пойдет? На поездку, да? Ну, на поездку, реально, на поездку. Потом. Что это? Извините. Это вот тоже. А, это подделки уже детям делать. Смотри. Наклеечки детские. Нажнички. Две штуки. Да. Ну, это детские тоже. Наклеечки вот. Детские. Ну, любят же дети вот такую ерунду. А это что такое, что-то? Дженуаре что-то. Это календарь. Календарь, да? Календарь, да. Он называется Дженуаре календарь? Нет. А, это январь, да? Январь, да? Ну-ка. Может, Алексуку купить? Зачем? Для чего? Не знаю, будет. О, смотри, смотри. Носки. А вот это носки продают. Носки. По доллару тоже, да? Раз, два, три пары за доллар. Я, конечно, такие ни разу не покупала, как они. А может, нормальные? Может, нормальные. 60 рублей. Это так-то недешево. Ну, смотри, одесские более-менческие такие, знаешь. Я даже не знала, что тут есть. Так вот, возьми. Александру нашему. Ну, ему не надо ничего. У него там одежды, знаешь. Хватает, да? Я не люблю такие, которые коротенькие, они спадывают. Так, а вот это что такое? Зажимы, консервские товары, скрепки. О, бритвенные принадлежности есть здесь? Есть. А что тебе бритвенные? О, корректор. Корректор, да. 1 доллар. Лучше вот такой. А что ты закашлял? А вот это что такое, Точек? Это рисовать что-то, листики. Бумага? Бумага, да. Картоп какой-то. Одна штучка 1 доллар или вот впачкали? Два, два. Две штучки? Ну, они, видимо... Хорошие, да? А! А это что такое? Это стелька. Окей. А куда это такая маленькая стелька? Под пятку, может? Ну, у меня вот, например, нога 36-го размера. Куда? Мне как раз. Такие такие маленькие. Ну, они чуть-чуть под пятку, она же не на всю эту. Тут такие стельки, видишь? Тут есть стельки вот на всю ногу, а есть стельки чуть-чуть. Вот, ну, чуть-чуть у тебя там где-то не достает. Угу. Понятно. Дальше поехали. Так, а это что такое? А это резинки на карандаш надевать. А, стирать? Да. А вот крейон, это мелки. О, прикольные вот эти. За один бакс. Так, мы не прошли же, мы обзор идем. Показываем, обзор делаем. Клей, ПВА. ПВА. О, кстати, на ПВА можно вашу мебель заклеить. На ПВА. У них есть. Да. Не, ну, лучше, конечно, этот, мебельный, конечно. Можно на ПВА. О, смотри, салфетница. Дальше, я вот тут, кстати, органайзеры вот такие покупаю всегда. Не, ну, это нужная вещь. Карандашики, смотри, какие плевают. И они очень хорошего качества, и мои мужики там 4-5 лет, они все еще держатся. Да, я знаю. Это как это, кахенур чешский. Прям там кахенур. Ну, это, конечно, американский. Американский. Подождите, посмотрите, где они сделаны. Made in China. China? Ты где? Тут американское, я видел. Что? Давайте. Для прикола. О, нет, в Канаде сделано. Ну, вот для прикола. В Канаде. Ладно, поверю, экспо. Где сделано? Где он сделан? Написано. Assembled in USA. О, в USA сделано. Ну, ладно. Ну, вот. Я думала, тут все с чайной. А вот фломастер, чайная? Ну, это, наверное, точно чайная. Да, это с чайной. Чайная. Так, вот это с чего? С чайной. Ножницы. С чайной. А это что такое, вот это? А это бумага, по-моему. Да, это бумага. Для чего? А, нет, это не бумага, это envelopes. Envelopes, это письма заворачивали. Комбер. А вот смотри, тут многие люди. Дегуди, что ли? Дегуди. Это для монеток. Вот это для 25 центов. Это для пенис. Пенис это одноцентовые. Для даймс. Даймс это 10 центовые. И николс это 5 центовые. Ну, когда у меня будет столько монеток, я начну куда их положить, чтобы бумажки для них покупать. Люди это делают для того, чтобы для бизнесов. Они покупают это. Например, я работала в кафешке, они вот такое ходили и покупали. Ага. А вот клей. А это тоже клей, наверное, да, вот это? Да. Что, в Маде-ин-Чайне? Ну, давай. Да. В чайне. В чайне. Вот такие масочки. Где он? Made in China. Вот смотри, вот уже для детей. Промывающие, мыющие средства. Допустим, гель. Потом вилка, ложка. Ну, детское все. А вот это масло. Ну, как сказать, лосьон для детей. Вот смотри. Беб, это, как это сказать? Ну, знаешь. Чтобы не марать. Фартук. Да, фартук. А это тоже для детей. Смотри, смотри, какая. Вот это тоже для детей. Ну, это бутылки мыть. Ага. Вопросов нет. Маде-ин. Маде-ин-Чайна. Чайна. Ну, короче, 80%, а то и 90% чайна. Ну, что, хорошая, наверное, в Америке сделала. Ну, вот это, ну, тоже в чайне. Вот сосочки, например. Две штучки доллар стоят. Вот это игрушка. А вот это одна штучка, это что такое? Это эти, как сказать. Небо очистить детям. Дальше. Вот это вот, мыть их тоже. Расчетки, зеркала. О, зеркала. Ну, зеркала-то нормальные. Ай. Ну, ты уже рассчитывайся, чё? Щетки. А вот, ну, смотри. White rain. Моющая. Coconut. А это чё такое? Маска подводная, да? Made in USA. Викон. Да. А это? Маска подводная. Ну да, дети. Для Алекса. А вот Made in Canada. Канадский. А чё такое? Лосьон какой-то. Как, coconut oil. Это... Масло. Кондиционер для волос. А ну, дочь мыть, да? Ну, не мыть, а кондиционер для волос. Кондиционер для волос. Кондиционер. Вот шампунь, вот кондиционер тоже. Всё за доллар. Это для мужчин. Дальше. О, подожди. Это стеклянная, да? Смотри, дочь. Какие стеклянные бокалы. Да. Ну, подожди, мы ещё не дошли. Девочки, мальчики, я хочу ещё в один магазин. Что мне нужно делать? Нам сегодня только... Ну, я быстро туда. Ну, так ты иди туда сама. Так. Мы с папой обзор делаем. Вот резиночки. Смотри, я тут резиночки покупала, хорошие резинки. Всё равно теряются. Для чего? Для волос? Ну да. Для девочек вон. На, Юрик, тебе покупочку. Я чё такое? Как тебе, я массажер? Возьмите покупочки, я сейчас вам дам денежку выращиваю. Прикольно. А ты что, сама не рассчитаешься? Я пойду с соседним магазином. Ну, а что ты сама не рассчитаешься? Ну, здесь снимайся. И буду с этим ходить. И чё такого? У тебя чек же будет? Тут я постоянно так люди делаю. Ладно, дам сюда. Так. Ты снимаешь? Ага. Ну, вот это фианция. Они любят это руки мыть. Вместо того, чтобы ходить, руки мыть, они так чуть-чуть набрызгали. И уже одесса. И воды не надо, да? Да. Обеззаражены у тебя руки. Понятно. Потом. Это уже таблетки пошли. Это гидрокортизон. Warm touch. А чё, для велосипеда подножка? Да прям там. Я шучу, это вот. С чем она? А, представляется. Да. Вылезла. Типа вот такая. Раз сюда. Вылезла. Короче. Вот так. Вот так. Оп. И всё. Я туда, короче, вставил? Ну ладно. Пусть вешусь. Дальше. Я им помог. Это вот в нос. Спрей для носа. Всё за доллар, да? Всё за доллар. А чё? Крем для, честно сказать, не знаю, для чего. 60 рублей, да не дорого так-то. Если это более минимально. Бориаза, крем. Вот Талинол. Ну обычный бренд. Вот не надо тебе кучу таблеток. Подошёл за 6. 6 таблеточек купил. Вот бывают такие случаи. Едешь куда-то, и нету таблеток с собой. Понятно. Потом дальше. Ну тоже всё. А это что такое? Вот это соль какая-то. Соль для лимонной. Для лимонной. Тоже какая-то для тела. Давай рассказывай, что ещё? Таблетки. Что ещё? Таблетки. Ой, таблетки эти. Витамины. Вот это вот. Дезеранты, дезеранты, дезеранты. Дальше что? Вот это если забеременел. Вот тест для беременности. Так, щётки. Щётки 4, раз, 2, 3, 6 штук. За доллар, да? И с кейсом, да, за доллар. То есть получается по 10 рублей. Ну ещё и кейс тебе дают. Я не знаю. А что за кейс? Ну кейс это... Коробочка? Коробочка, да. За 10 рублей. Я не знаю, где такую щетку можно купить. Да? Ну что? Каса дороже. А это массажер кто-то положил. Новый бульбулятор кто-то выкинул. Паста зубная, крест. Вот хорошая паста зубная. Ну это маленькая, но колгейт, щётки. Хорошие щётки. Вот две щётки. На 60 рублей. Колгейт. Рормальная щётка. Скоп. Так, а с этой стороны что у нас в парфюмере? Ну это для женщин. Ну не только для женщин. Для девочек это, короче. Короче, да, девочки. Смотрите. Для мальчиков, которые любят быть девочками. Дальше. Потом что это? Ну для ногтей. Вот для ногтей тоже стричь ногти. Лак что ли это ещё? Лак это всё лак для ногтей. Потом дальше косметика. Ушные палочки, смотрю. Ушные палочки. Вот смотрите сколько. До 60 рублей. Да тут на год хватит. Да, нормально. Дальше. Ну что, руки мыть. О, станки. За доллар станки. Да. До 60 рублей. Два станка. Мне кажется, это дёшево. Только они отвратительные. Ну а сколько хватит? Ну сколько хватает? Быстро. Там 5 лезвий или сколько, я смотрю. А вот смотри сколько. 6. Опять. За доллар. Нормально. Да они ужасные. Ну что нормального-то они ужасные. Ну когда нет денег, можно и... Ну когда нет денег, действительно можно. Я вот в России такими брился и ничего. Ну как тебе, к лицу. Да как? За доллар. Да, вот это вот хорошее мыло, например. Мадейн что? Мадейн что? Блин, вообще не вижу нифига. Где оно сделано? Да вы знаете, всё поцепью репла. Где оно сделано-то? На луне. Даже не вижу. Вот мне интересно прям. Заинтересовало. Мне тоже было интересно. А это что такое? СПА? Это что такое? СОУП. Это руки мыть. О, Мадейн Канада. Кенада. 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 Не знаю, не написано где это сделано. Даф, наверное, тоже оттуда же. Даф, наверное, с Рая. Откуда? Райское наслаждение, да. В раю сделано. А вот это Канада. Мадейн Кейн, да. На чьи это кинада? Да прям-то. Это же разные. Это же не значит, если оно в одном месте стоит, то оно сделано из того же. Вот Палмалиф, например. Тоже хорошее мыло. Палмалиф. Не написано. Ну, дистрибьютор, например, Нью-Йорк. Не знаю. В общем, не важно. Пошли. Тут прям пленка закончится. Так, может, еще по ряду пройдем. Ну да, сейчас придем. О, жирочка. О, где-то 60 рублей. Вот это стоит 60 рублей. Да, что такое? Кола. Ну, не знаю, мне кажется, что у нас дороже. 65 же, 65. Ну, давай, тут не знаю, тут одно, все разное. Конфеты разные. Мэн Дэмс, Мэн Дэмс. Кенди, кенди, как Олег любит говорить. Кенди, да, Баттерфингер. Мой муж любит Баттерфингер, американский это. Купи ему, пусть порадает. Зачем? Не надо, он мне не просил ничего покупать. Ничего не просил, поздно. Это же сколько, 2 литра, да, здесь или сколько? Да, 2,75. 2 литра 750. Почти 3 литра. Так удивился, вот сок. Мне кажется, что дороже стоит. Например, сок. 4 штучки. Это хороший сок. Ну, вот такой сок за 25 рублей можно купить примерно у нас. 65. 65 рублей. Получается в 2 раза дешевле, 1,65. Вот. Ну, примерно 15 рублей. 17 рублей сок. Ну, дешевле, дешевле. Да. А вот это в банках что? Я вот эту обожаю, Swirish Fish. Да? Да, я вообще люблю это, понимаешь? Ну, как бы сказать, такое мермеладное все. Просто, сужись, Swirish Fish и 1 доллар всего. МЛД, мамба, смотри. МЛД, я 1 доллар. Вытащи, покажи. Ну, там малюк. Всего там 3,49, унца, 98 грамм. 106 грамм, вот. Что там? Ну, ладно, пошли дальше. Это все, коробки еще не распакованы. Да, привоз был, говорю же. Потом эти. Сок. Вот, мама, тебе про вот этот веет говорила, что это очень вкусный сок. Оригинал. Да. И что, она мне предложила его попить? Да. Дальше. Ну, тоже опять Candy, Skittles, M&D. Ну, я показываю то, что людям, если с России смотрят, то что это им, как бы сказать... Близко. Близко, да. Да, да, вот, например. Сникерсы, вот, смотри, твиксы. Твиксы, мини-твиксы. Ну, все по доллару, я цену не говорю, потому что все по доллару. 76 грамм. Потом 80 грамм. Дальше. Дайду. Вода. А в магазине есть вода. А 40 градусов она. Ой, думаю, Алекс вот такие обожают. И я тоже. Теревячков. Как вы, ты, что, и воды. Так пойдешь читать салбы. Я его вот это тоже супер стоит. И вот это мы... Вау, так они тут один доллар всего стоят. А ты почему берешь? По три, по четыре. Так, бери. Зачем они мне, я не хочу? Потом. Если надо будет взять, дальше идем. А что, пустые бутылки? Ну, это для чего-то. Ну, типа закрываешь на зиму. Да, можно вина налить на зиму. Смешно, тут на зиму редко кто-то что-то закрывает вообще. А вот, смотри, не достаю. Ну, вот как я. Маленько. Не достаю. Пап, ты повыше показывай, чтобы моё это... Показывай. Показывай. А это что за баночки? Икра. Что же икра? Шучу. Да это какая-то... Кулсенс. Не знаю зачем. А, это воздухоочиститель, типа свежитель. А, это для машины, наверное, пошло. Наверное, ручки шариковые. Да. Ой, наушники. Наушники. Что тут ещё продаётся? Вот всякие разные. Они, наверное, одноразовые. О, это что такое? Пластиковые показалось? Ну, показалось, как будто какой-то стилой. Алюминиевая, да? Да. Да, это опять же декорации кто-то бросил. А вот... Вы проставляете? А вот батарейки за доллар. Четыре штуки. Панасоник. Панасоник. Вот. А ты купила по Энерджайзер одну батарейку за доллар? Да. А вот что такое? Лампочка какая-то? Ну, да. Это... А, так это читать. А, прикрепляешь к этому книги. Да. Я не знаю, кто сейчас книги читает вообще. Ну, я читаю. Компьютеры обычно все смотрят. Ну, вот, например. О, шпателя. Смотри. Наверное, в строительном магазине они дороже намного. Кисти, да? Ну, кисти отвратительные. Какой ты знаешь? Ну, потому что лезет. Ну, я брала же. Здесь именно? Да. Лезет оттуда. Наждачка, вот, пожалуйста. Наждачка-то, ладно. А вот, допустим, очки. Изолента. Ну, вот изолента. Примерно такой кусок. Ну, так и стоит где-то у нас. Ну, так она, наверное, плохая. Может быть. А вот, очень хороший, да? Такого мало. Доктейп это называется. Доктейп. А вот что такое? Вешалки какие-то. А, крючочки. Крючочки, да. Крючочки, да. Крючочки. Понял. А это что такое? А это мастика, что ли? Мастика. Может быть, вот швы как раз заполнить. Может быть. Видите, температурные. Посчитай, они до скольких градусов. От скольки до скольки. Вот ножиточить брусочек. Да? А он настоящий? Ну, а какой? Надо? Ну, у меня нет денег, я не брала с собой. За доллар-то возьми. Ну, откуда у меня не брала, у меня нет денег. Ну, короче. Как я возьму? Русские мигранты и русские туристы. Самые нищие. Посетители. Ну, иди сюда. Каман. Иди сюда. Это уже по-английски загорел. Каман, бери. Это для собак. Это что за мыши? Или кошек. Что за мыши? Не знаю. Ну, это для собак. А, для кошек, понял. Для собак, для кошек. Вот всякие. Вот чашка. О, какая чашка хорошая, кстати. Ну, да. Неплохая. Суперская. Стоит вот за ритмом у нас. Кто? Да? Это гурец. Ну, он думает, мы, это, воровать пришли. Наверное. Мне без разницы. Веда! Ребята, веда можно пожелать. Мороженое, Twix. Вороженое, Twix. Доллар. Доллар, доллар. Twix. Сникерс. Лечки. Ну, хорошо нажрались, поэтому... Да, мне это ничего не опасает. Я вообще смотрю, обычно ничего не хочется. Вот, замороженные фрукты, это очень хорошие, ну, допустим, фрукты. Цена хорошая? Цена хорошая. Очень дорого. Может, возьмем? Зачем они нам? Для чего нам замороженные фрукты? Объяснили. Кушать? Это может замороженные фрукты есть. А что нет? Ну, например, смотри, да. Хотела сказать, что же еще овощи замороженные? Овощи замороженные, нормально. Да. Потом, смотрите. Сосиски, яйца, например. Замороженные яйца. Нормальные яйца. Сосиски, сыр, смотрите. Замороженные? Нет. А, это не мороженные. Сок, милкшейк. Милкшейк. Алексу надо милкшейк. Давай купим Алексу. Что-нибудь привезем к городу? Не, ну, милкшейк не надо. Привезите. А что? Вот это? Ну, он сейчас это захочет пить. Ну, пусть пьет. Не надо ему на ночь. Ладно. Все. Мы приедем, бабушка с дедушкой, не можем приехать чем-нибудь. Конфету ему дадим. Ну, приди ему шарик, мячик какой-нибудь. У нас шарики есть. Так, это черпит. Ой, извините. Это мама у нас, боже, одуванчик так на камере. А так она за камерой. Трехэтажный материал. Окей. Шучу. Бежать. Губки это. Перчатки. Вот перчатки, вот смотри. Хорошие перчатки, нормальные пойдет. Ну, если человек приехал, щеточку надо, ему сам бочек, ничего нету, то лучше сюда идти. Ну да, если тебе разрешают 50 баксов тратить, если чемоданы пропали, то тут можно сколько набрать за 50 баксов? 50, 50 всего. Вот тут такое камп-кань. О, это воздухосвежитель тоже. Классно. Давай, Алексу, возьмем что-нибудь. Зачем? О, чипсы, 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 девочки. А что, эти, орешки? Ты что такое снимаешь, мам? Это пенец. У нас есть домашние пенецы. Посмотрите, хорошие чашки, абсолютно хорошая чашка. Где, ну, вот. Супница, вот смотри, суп. Ой, суп сделал тут. Керамическая, да? Угу. Тут бинз. Пошли еще быстренько пройдем, посмотрим. Да, иду. Читов, лейс, тоже по доллару все. Я не знаю, сколько они в России-то. А это что? Вот это? Тоже стаканы. Посуда. Посуда. Вообще, вполне приемлемая посуда. Вот ничего нету, приехал. Ну, вот вообще по нолям. Лучше сюда идти, потому что тут самое дешевое. Ой, какая прикольная. Ой, это смотри, стеклянный, я думал, что такое тяжело. Смотри, какая. Может, Алексу ездит? Дальше пойдем. Да. Что-то. Ну, складывать что-то, например. Сахар. Вот у меня такие есть, вот, для сахара, для соли. Ага. Дальше. Посуда, ой, еда, всякие працелсы различные. Полезные, да, разные? Полезные, очень полезные, да. Ну, посуда мне здесь нравится, честно сказать. Посуда хорошая. За доллар это вообще хорошая посуда. Еще можно и подходящую даже подобрать. Не просто посуду купить. Да, еще можно подходящую. А вот орешки. Орешки. Какие-то кукисы. Ну, печенечки. Печенечки. Печенюшечки. Какие-то снеки из фруктов. Засушенные просто. Угу. Уху. Банановые чипсы. Сухие бананы. Папайя. Что только нету. Так. Ну и последние там очки, я смотрю, какие-то. А, ну и очки. Включил. Вот смотри, очки. Для детей, наверное, да? Прям для детей. Или это увеличивающие? Увеличивающие это. Вот, плюс один, плюс один. Плюс два, например. А у тебя сколько? Плюс два с половиной, как говорят? Угу. Ну, вот я сейчас 2,75 возьму. Интересно, реально увеличивает или это? Вау. Увеличивает. Я уже примерила. Можно это ему купить перед дверью? Пусть он поставит. Зачем это? Ну, мне это не нравится. Мне это не надо. Нет. Низа. Так. А вот, смотри, они еще металлические даже. Ну, конечно. Ну, один доллар. Перебиться. Да. Перебиться. А вот. Я тут не была раньше очков. Это новое поставили. Вот. Солнцезащитное. Тоже нормальное. Угу. Ну, а тут смотри. Че? Вот, это самый красивый посуды. Вот, металлическая посуда. Сколько это вилок, да? Четыре. Ой, две вилки. Две вилки за доллар. Вот у меня вот такие есть. Качество-то, конечно, стремно пойдет. Вот такие штучки покупала на вечеринку Алексу на день рождения. Ножик, которым я пенопласт режу. Смотри, пап. Похожий. На день рождения я покупала его. И думала, что это одноразовое будет. До сих пор они целые у меня. Ножи смотри какие. Смотри, какой ножик. Можно я ему вот это? Папа ему вот это подать. Ну, так у него ножи есть. Ну, и что? Ну, и что? Нам же не хватает одной. Ты что хочешь вообще? Смотри, ножики. Ну, это нехорошие ножи. Че ты думаешь? Хотя я пользуюсь этими лопаточками. Очень мне нравятся. Сами говорите, купили на раз, а уже по году пользуетесь больше. Вот, смотри. Ну, и некоторые надо же выбирать. Вот, например, мне лопаточки вот эти вообще очень нравятся. Потом я вот привозила салат класть вот этой штучкой. Мне она тоже очень нравится. А я купила маму. Помнишь, Алексу на день рождения? У меня же до сих пор они живые. Ну, не говори. Вот тебе, пожалуйста, такое угло, да, вроде-то? Ну, все, сколько времени кучетом стало. 18-18. Ну, долго мы уже ходим, наверное, больше, чем полчаса. Видео длиной будет. Все, идем. Почему тебе не понравился этот паук? Там разные лица. Такие вот цветочки, видите? Салат, если для праздника это хорошо сделали? Это для благодарения. Это на день благодарения? Да. Какая разница? Ну, праздник же. Ну, красиво на стол ставят. Можно купить нам на день благодарения? Скелеты висят. Ну, я подумала, если я возьму вот эту. Вот посмотрите. Ну, что там будет? Полки прикольные. Берем Алексу вот такую игрушку на хэллоуин. Я бы даже в ней не купила такую. Ну, а что ему покупать? У него все есть. Надо, чтобы мы... Давайте вот эту, она хоть... Да, она хоть резина. Ну, смотри, керамические памкины. Это классно? Ну, а почему нет? Ну, что, пошли? Ой, смотри, соль, перец. Сюда, да? Ну, что, за один доллар вот. Один доллар. Малышенькие стаканчики. Да. Для сока там. Для вина. Нормальные стаканы мне тоже нравятся. А это что такое? В глазу, в глазу. Да это светится. Все к празднику. И семь центов. Семь центов. У меня есть центов. Один доллар. И еще семь процентов нужно заплатить налог. Давай, сэр. Что там продаешь здесь? На тебе, Алина. Красиво. Вааа. Ну, все. Погнали. Погнали. Вот и, пожалуйста, вам ночной брукингс. Ну, так, вот видите, все нормально. Дочь, проведи папу, где ты жила. Я или туда не заеду. Почему нет? Ты хочешь в русский магазин заглянуть? Давай, поцелуемся. В Пекине мы приехали к ней. В гости. В такую даль. Дальше еще никто не заезжал. Значит, посетили американский фикс прайд. Долларовый. Ну, там не совсем доллар. Доллар и плюс семь процентов как бы налог. Семь центов. Семь центов. Доллар семь. Ну. Ну, семь процентов, это семь центов, да? Я не знаю. Поехали. Куда мы сейчас поедем, дочь? Ну, где я жила раньше, маме хочется. Что ты посмотрел? Что за стоянка? Здесь продают машины, да? Прогуляться можно, да, тоже? Да, можно заехать. Давай заедем в бэушную какую-нибудь посмотрим, самую дешманку. Ночью можно смотреть? Ночью можно смотреть? Да хоть когда. Можно ночью заехать на стоянку и выбирать себе автомобиль. Решили мы, например, поехать в Нью-Йорк. Ночью нам загорелось. Нас своим ходом. Раз ты тут, пожалуйста. И ночью продадут, да? Ну, нет, кто тебя продаст? Ты можешь смотреть просто. Ну, понятно. Значит, не получится в Нью-Йорк поехать ночью своим ходом. Или решили прокатиться на катере или что это? Что это за? Ну, начинаем. Да, стырить катер и прокатиться. Пикап это какой-то. Ну, это дорого. Давай к бэушному. 28, но это бэушная. Это бэушная? Да, 28. О, да. Можно это открывать? Так, подожди. Форд. Пикап Форд. Сколько тысяч у нас? Не вижу. Стоит сколько? Да. 15,500. 15. А новый такой? Подожди, 47. Вау, это, наверное, не бэушный. Это бэушный. 47 бэушный. Он из 163. Дальше. А, 63. 19. Где? Вот этот 19? Красный. Ага. Вот этот 18,900. 18,900. Да тоже многовато. Джинпси. Пикапы очень дорого стоят. Вообще, они свою ценность сохраняют. Вот это 8,360. Вот это вот 8,360. Ну, вот там, посмотрите. А что тебе год-то в состоянии? Ну, что, видно, лет 7, может быть, ей. Ну-ка я выйду. Смотрите, вот такой пикап 8,300. 4 на 4. Уже тут все сделано. Ну, и что? Пикапчик неплохой. Колеса такие прям. Угу. Ну-ка, а что там, тахометра по Ди нету? Нет, есть. Сейчас, быстро. А вот Chevrolet, смотрите. Так неплохо смотрится. 30-40 тысяч. Офигеть. Вот тоже неплохо смотрится. Год не знаю какой. Это 28 тысяч. Ого, вот этот 32 тысячи пикапы дорогие, короче. А? Показать тебе можно что-то? Короче говоря, мы вам показали, но обязательно съездим и покажем отдельное видео. Вот, здесь пикапы, а вон там какая-то старенькая тачка, но она дорогая, раз там на такой выставке стоит. Здесь вот поменьше, паркетники стоят, цены пока не знаю. Обязательно смотрите, обязательно мы вам все покажем. Ну, не сегодня, не завтра, ну, я думаю, в течение пяти дней. Да. Обязательно съездим. Едем по ночному Бруклингсу, и нас везет Наташа в то место, где, когда она приехала, жила. И тут наша мама тоже приезжала к ней, когда первый раз. Первый самый раз. Тут ни хрена не видно. Что снимать только, не знаю. Ну, может быть, что-то видно будет. Ну, покажи дом свой. Самый многоэтажкий. Вау, четырехэтажный небоскреб. Апартамент. Бруклингс и небоскреб. Не, а что? А кто-то открой. А правда что? Ну, вообще. Нормальное место, слушай. Можно зайти, если хочешь, вовнутрь. А зачем? Пойдем вовнутрь зайти. Это уже другое видео? Какое другое? У нас полчаса мы то показывать будем, как ходим. И еще теперь по этому. Ладно. Вот здесь вот стоянка. Вон помойка. Юрик, вот помойка. Здесь постоянно что-то валяется. Ну-ка, давай, давай, давай. Любим мы. Велосипеды на помойке, да? Посмотрите, какие помойки. А что они валяются так? Велосипеды, это не на помойке. Вот помойки. Все валяется. Поролон, блин. Поролон. Новый поролон. Давайте я обстану. Нормальный поролон. А нам зачем поролон? Вон доски, смотрите. Е-мое, двери, вы дамы покупали. Ну вот, в темноте, конечно, ни хрена не видно, но все-таки было интересно посмотреть. Здесь Алекс родился, да? Ну, не родился он здесь. Первые дни провел. Он родился в больнице вообще-то. Да. Там я гуляла, там школы. Там детские эти, где дети ходят на продленку. Девчонки, мальчишки, едем по городу, ну, на улицу может 9 вечера. 8.36. 8.36. Ну, реально, никого гулящих, проходящих, куда-то идущих нет, все едут. Куда-то все едут. Ну, а куда можно идти в 8 вечера, в 8.36? Ну, не знаю. Вот разве ходят у нас на улице? А, вон есть, 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 есть. Вон она, вон она, вон она. Я тоже сейчас одного. Вон она, поймала. Счастливый человек идет. Да, счастливый человек, веселый человек, что-то на своей волне. Музыку, наверное, слушает. Ну. Сейчас едем мимо этого, какого-то парка, и там в кустах стоит полицейский, прячется. На пикапе. На пикапе, да, как, тут 25 миль разрешено по городу ехать, ну, по этой дороге конкретной. Ну, мы режим не нарушаем, едем. Знаешь, я раньше у Джареда, он такой, полицейский там еще, не знаю, за 5 миль. Как ты его увидишь? Сейчас меня в один раз остановили, типа, я превысила. Ничего я там не превысила. Ну, я просто педаль отпустила и задумалась о чем-то. И у меня до 30 дошло. И мне он написал, типа... Такой он протокол написал? Ну, да он... Тебя штрафанули? Нет. Не штрафанули, он мне написал, что... Предупреждение? Да, нужно, чтобы все были сейф. Ну, сейф всем, чтобы нужно были. Переведем потом. И это. Я сейчас стала глядеть, где 25, и я 25 ровно еду, прям вообще. Плетусь 24-23. Потому что они в таких местах стоят всегда. Ну, понятно. Как у нас, прямо как в России спрятался. Интересно. Да, они все тут такие. Полицейские все одинаковые. Да и вообще люди одинаковые просто. Да, одинаковые. Ну, чем они могут отличаться? На одном континенте и что... Рогатые, да? Да. А на другом другие, что ли? Четырмя глазами. От перемена мест слагаемых сумма не меняется. Мне нравится это. Да уж. Ну, вот. Вот и разобрались мы, оказывается. Просто почему-то здесь жизнь... Ну, немножко подобрее. Да. Немножко повальяжнее. Потому что деньги есть, дороги нормальные там. Ну, я же не обижаю яму. Сегодня, например, у соседки с утра до обеда вообще работали рабочие. Потом следующие соседки приехали рабочие. То есть, если ты не успеваешь что-то делать, пожалуйста, нанимай. Тебе на все хватает денег. Особенно той соседки. Перекресток. Семи дорог и дорог, да. О, мотоцикл. Такой, Харлей. Байк. А что ты вытащи-то из-за рухты? Как классно. Прям у него там еще видимость телевизор. Да вообще, бред какой-то. Машина на колесах, без крыши. Мне не нравится. Я тоже, мы с мужем на таких смотрим и говорим, что они, наверное, умереть хотят. Еще и без шлема едем. А можно без шлема, да, здесь? Да можно. Умереть, о, красиво, да, типа. Я видела мальчишку. Вот мы стояли возле Саблея. И мальчишка на своем мопеде выезжает. И что-то на газ, наверное, даванул. И он перевернулся. О, смотри, там на маяке что-то моргает наверху. Ну, чтобы самолеты не влетели. Что, так низко самолеты летают? Да, может, летают. Ну, я не знаю, это я так придумала. Это институтские корпуса. Они подсвечиваются. Смотри, как красиво смотрятся. Ну, да, вот они. СДС. Ю. СДС. 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 Университет, штатный университет или университет юр. Ну, все, включимся уже дома. Тут уже недалеко осталось. Ну, давайте попрощаемся, Дайф. Ну, давай, всем пока-пока. Пока-пока, до встречи. Спасибо за просмотр. Да, проводили мы вас всех по магазину, Долларуму. Прокатили немножко по ночному городу, где живет наша дочь. Ставьте лайки. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интереснее. Пока-пока. Пока-пока.